Канобу.ру представляет Продолжение следует... Перед тем, как смотреть дальше, уберите от экранов маленьких детей и их мам. Бабушек оставьте, они всё равно смотрели «Дорожный патруль». Очередная смертельная битва, кстати, приравнивается примерно к паре сезонов этой передачи. А всё потому, что на седьмой раз авторы прислушались к фанатам серии и сделали игру настолько жестокой, насколько им позволили издатель и совесть. Мортал Комбат 2011 Скажем просто, Мортал Комбат 2011 явно подстраивается под старину. Разве что цифра в названии выдаёт возраст. Ведь поклонники, помимо жестокости, выпросили плоские задники и трёхмерных персонажей, классические добивания и те самые арены. Даже сюжет проходит лишь через первые три части игры, хоть и в стиле «Остаться в живых». Бог Рейден перед смертью посылает самому себе в прошлое намёк на конец всему сущему. С определённым успехом принимает сообщения и далее проходит через знакомые нам эпизоды, но слегка их меняя. Кстати, авторы также переписали историю некоторых персонажей, например, Скорпиона и Саб-Зиро. А в качестве извинений перед почтенными ниндзя положили их фигурки в коллекционные издания. Особо щедрым фанатам достанутся и классические фаталити в новой упаковке. Поговаривают, что после выхода игры добиваниями начнут регулярно приторговывать. Пахнет смертельным бизнесом. В этом году серии исполнится уже 19 лет, со всеми вытекающими. Смертельная битва благополучно пережила совершеннолетие, заставляя дожидаться оного, своих поклонников. Именно так, ведь когда-то именно этот ответ Street Fighter'у стал одной из причин появления возрастных рейтингов для видеоигр. Отбросив всё лишнее, разработчики выставили на арену около 26 персонажей, не позабыв и Гора, и обворожительную Милену. Правда, чистку прошёл и неунывающий Кратос, наверное, папа заступился. Хотя поиграть за лысого злодея удастся лишь на третий PlayStation. Честно говоря, насилия и жестокости тут хватает и без него. Готовы шесть десятков фаталити, включая фирменные добивания, связанные с аренами. Надеемся, на этот раз врага можно будет скормить деревьям. Чем ещё теоретически можно испортить Mortal Kombat, помимо Кратоса? К счастью, оружие используется лишь в редких случаях, а всё самое зрелищное открывается взору благодаря рентген-режиму камеры. Для самых красивых переломов и прочих супертравм понадобится энергия из особой шкалы. Одному бойцу, чтобы их наносить, а другому она пригодится для защиты. Лечение тут не поможет. Эд Бун, один из основателей серии, уже успокаивает фанатов тем, что линейки и бегунки не навредят серии, только её героям. Когда-то Mortal Kombat буквально продавал старушку Сегу, с которой у многих прошло детство. И особенно её джойстики. Теперь смертельную битву можно назвать сетевым побоищем и массовым испытанием геймпадов. Восемь игроков бросят друг другу вызов и победит из них сильнейший духом и интернет-соединением. Для проигравших предусмотрен встроенный чат, голосование и возможность отомстить в матчах 2 на 2. Впрочем, и для одиночки хитрый Шао Кан предусмотрел особый режим испытаний, приносящий бонусные очки. К счастью, они не только бонусные, но и просто необходимы для новых испытаний и всяческих призов. Если вы досмотрели до этого места и хотите узнать, наконец, о дате выхода седьмой части, не торопитесь. Сперва достаньте свои пыльные консоли. Простите, Xbox 360 или третью PlayStation. Потому что для них игра появится уже в апреле. Ну а версия для персональных компьютеров не исключается. Надеемся, это был не смертельный сюрприз. И даже не очень болезненный. Ведь в Mortal Kombat нужно быть готовым ко всему. Чистая победа.